Всем привет, с вами Ништярик, и сегодня мы еще раз сыграем с тактическим топором серии Радиация. Играем мы сегодня с этим топором на карте Нефтебаза Новый Год. Да, это последнее видео, думаю, по топору серии Радиация. Не, ну может быть как-нибудь еще буду снимать, хотя не вижу в этом как-то такого смысла. Ну конечно, если у меня как-нибудь будет комп без лагов, то почему бы и не попробовать. Но пока что так вот. Так, баланс немного такой себе, их двое, нас трое. Но тем не менее, они не такие уж и слабые. Так, снайпер меня зарубил, хотя, не знаю, по-моему я все-таки раньше замахнулся, или он. Ну ладно, черт с ним. Так, против нас снайпер в боевом шлеме, то есть если его поранить, но не убить, значит он будет регенерировать здоровье. Ну в принципе, учитывая, что тут у нас вся комната в топорах, то думаю регениться тут никто не сможет. Ну если кто не решит кто-нибудь атаковать левой кнопкой мыши, то есть не дополнительным ударом, который не ваншотит. Так, к противникам присоединились еще парочка людей, получается у нас сейчас трое, их четверо. Ну, это ничего. Иногда мне даже нравится, когда дисбаланс в пользу противника, то есть когда их больше нас меньше. Это как бы, мне кажется, что когда противников больше, то это играя против такого количества врагов, как бы оттачиваешь свои навыки игры. И ты можешь спокойно потом научиться делать, там допустим, эйсы, например. Ну хотя бы на рейтинговых матчах 5 человек, ну или 4, смотря, если там ливнут, не ливнут там. Ну по разным причинам, там интернет, компьютер или просто ливнут. Так, враги у нас в наглую забираются на контейнер, который находится прямо рядом с нашей респой. Да, терроризируют, так сказать. Надо бы как-то исправлять данную ситуацию. Так, зарубаем чувака в шлеме магма, который восстанавливает 2 очка здоровья после 2 секунд, после того как ранит. То есть, в течение 2 секунд, если не получать урон, то начинает регенерироваться здоровье. Так, врагов нету наверху, теперь я буду наверху. Правда, на своей же территории, куда залезали враги, ну и не вижу смысла на территорию врага ходить. Вот сейчас видели? Я же вроде как бы с ваншотить должен был по снайперу. Точнее попасть хотя бы. Но я по нему даже не попал. Почему мне не засчитало, что я как бы в него попал? Прям видно же было, что он лежал. Дистанция атаки топора 2 с лишним метра. По-моему, нормальная была дистанция, когда я атаковал снайпера. Ну еще у меня в тот момент просто лагнуло, возможно еще из-за этого, из-за лагов у меня урон проходит. Ну, очень плохо. Вы это можете увидеть на королевской битве. Так, и я тут залез. Вот этого инженера я что-то сразу не заметил. Ахиллес. Знакомое слово это Ахиллес. Где-то я его уже видел. Или слышал. Так, ой, опять. Опять этот Ахиллес меня завалил. Да. Так. Враги в наглую прыгают по нашим контейнерам. Ну, в смысле, по контейнерам, которые находятся на нашей респе. Ну, ты тут медик в обоскине давай замочил. Левый хлоп-то мыши даже не дополнительной атакой. Это повезло. Повезло. Так. Ай-яй-яй-яй. Оп-оп-оп. Тупанули. Я мясника сделал. Они просто тупанули. Они вдвоем как бы на меня набросились и даже не ранили. Хотя бы даже чуть-чуть здоровья не сняли. Ну, как чуть-чуть топор с одного удара, если броню одевать легкую. Где-то сносит, ну, процентов 35-40, где-то так. Если с простой броней, то 50 или более. Ну, в общем, так. Я ношу, конечно же, легкую броню и легкие перчатки. Ну, легкая броня, чтобы получать меньше урона. То есть, как бы, если атаковать по этой броне со второй кнопкой мыши, то любое оружие не саншотит, кроме топора и катаны. То, что очень, конечно, хорошо. Но в данной ситуации у нас тут вся комната в топорах. Нет ни одного игрока, который был бы сосулькой, леденцом. Ну, или, там, допустим, джекот-команда, мачете, лопатка. Всех топоры. Легкие перчатки тоже одел, чтобы атаковать быстрее на кнопку атаки. Иначе смысла нету. Так. Меня замочил этот парень в шлеме магма. Немного до него не дотянуться. Там, буквально, пару сантиметров, наверное. Немножечко не повезло. Так. Я тут пока что решаю не спавниться, поскольку счет у нас, ну, примерно одинаковый, чтобы как можно меньше врагу приносить очков, чтобы, ну, желательно для победы. Ну, просто хотелось бы победить. В прошлом видео играли на карте резиденция Новый год. Мы профукали. Ну, там. Там, вначале, конечно, нового чувака делали, потому что он был один. Не повезло ему немножечко. Но потом к нему присоединились союзники и сделали нас. Так. Так. Давай-давай-давай. Замочить-замочить-замочить. Блин. Так. Опа. Вот этот чувак. Чебоксарецник. Шесть раз меня уже замочил. Да. Ну, я его зато четыре раза. Хотя бы не в сухую. Так. Времени уже остается мало. Ну, как можно заметить, по счету, сто два восемьдесят шесть. Ну, уже все. Выиграем. У них шансов, ну, конечно, если они прям уж так уж сильно не соберутся. Хотя, это чуть меньше двадцати очков. Двадцати очков набрать меньше. Получается, по времени. Они... Нет, не успеют. Даже если мы будем быстро спавниться, все равно. Ну, времени остается уже десять секунд. Ну, не знаю. Попробую. Может быть, еще успею за эти пять секунд оставшихся сделать фраг. Давай. Есть медик. Мимо цели. Да. Вот чувак с ником мимо цели в бабы с кинемет. Стал моим последним фрагом в этом матче. Что думаете про топор радиация? Да и вообще про это оружие топор. Не обязательно радиация. Пишите в комментариях. Ну, а я на этом заканчиваю. С вами был Наштярик. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok